Всем привет! В этом видео хочу показать, как подключить к Т2 тюнеру польскую антенну. У многих на телевизорах, когда не было цифрового телевидения аналога, многие ставили польскую антенну. Но эту антенну можно использовать для просмотра Т2 сигнала и подключить вот сюда эту антенну. Сейчас я покажу, как нужно ее настраивать и подключать. Вот, собственно, сам выход этой антенны. На польскую антенну питание, уже привычное, которое было на аналоговом сигнале, использовать уже не надо, я бы не советовал. Вот используется, вот ставится на сам кабель такая антенна, как она спутниковая. Сейчас я делаю картинку. Вот, видите, вот этот кабель. И на этот кабель надевается вот такой разъемчик, как на спутниковом. Вот. И докупается, можно на рынке поискать или на каком-то сайте, вот такой переходник для Т2 выхода. Как я говорил уже, блок питания не надо подключать, потому что в тюнере нужно активировать питание антенны. Поэтому достаточно будет этого питания. Так, накручиваем вот эту штучку сюда. И к тюнерку сюда устанавливаем антенну. Вот так. Все оно работает, настроивается. Не надо питания, сразу напрямую в тюнер. Сейчас подключим тюнер к телевизору, покажу, где активировать питание, чтобы пошло на антенну. Усилитель наверху на сеточке, на польской, на этой. Поэтому сигнал будет. И посмотрим, как он ловит сигнал. Польская антенна обычная. Не надо докупать никакие специальные Т2 антенны. Итак, подключили нашу польскую антенну к нашему тюнеру. И вот видите, внизу, сейчас я покажу, есть надпись «Активная антенна выключить». Нужно здесь зайти и нужно включить. Страну мы выбираем «Украина». И нажимаем «Автопоиск». И ищем каналы, которые наш тюнер отсканировает. И они появлятся и будут у нас работать. Ну и отсканировал наши каналы. Вот их список. И все они работают. Качество отличное. Антенна ловит сигнал отлично. Поэтому пробуйте, настроите. Не надо покупать новые антенны. Если у вас вдруг завалялась какая-нибудь польская антенна, подключайте к своему МКТ-2 тюнеру и ловите сигнал. Вот такое видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч.